Здравствуйте! Вы смотрите новости набережной Челны. В студии работает Фархад Иванов. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем на сегодня. В Челнах участники заседания Комитета по жилищной политике осмотрели ход капитального ремонта. Какую оценку получили многоквартирные дома, узнала Лейсан Габдрашитова. Раскопали и забыли. Челнинцы пожаловались на плохую дорогу на бульваре домостроителей. Подробнее в материале Яны Вальдю. Освобождение населенных пунктов, получение шефской помощи, общение с родными. Об этом не только военнослужащие рассказали Эльмиры Гайнугиновой. На портретах и в сердцах в картинной галерее открылась выставка «Легенды спорта». Подробнее в материале Виктории Ногиной. Оценили на отлично. Набережные Челны посетили представители Комитета Государственного Совета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Участники делегации ознакомились с ходом капитального ремонта многоквартирных домов, которые в этом году попали в программу. Где они побывали, узнала Лейсан Габдрашитова. У меня двое детей. Вот это сын, вот тут дочка, а это я. Эта береза символизирует семью Тамары Воробьевой. Жительница дома 3116 посадила ее возле своего подъезда еще в 1987 году. Радует ее не только цветущая придомовая территория, но и капитальный ремонт, который был сделан в пятиэтажном доме. У нас наружное делали и крышу крыли кругом. В общем, все делали. Трубы, я не знаю, не помню, при мне вроде бы трубы еще нет, но тоже делали, меняли у нас квартиры. Также в прошлом году во дворе дома 3116 были проведены работы по программе «Наш двор», говорит Тамара Воробьева. Пятиэтажку осмотрела делегация во главе председателя Комитета Государственного Совета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Вы везде будете сейчас вот так же фасады все утеплять? Нет, нет, нет. А где это требует необходимости? Нет, не все. Еще один объект, на который прибыла делегация – многоквартирный дом 3117. Здесь выполняются работы по утеплению фасада. Были вопросы по температурному режиму, по промерзанию стен, то, что людей беспокоило, то, что температура в квартирах ниже норматива. Соответственно, вот эту проблему и устраняем. Там других вопросов нет, другие вопросы там все закрыты. Гарантийный срок по капитальному ремонту фасады и покраски составляет 5 лет. Всего в этом году по программе капитального ремонта планируется отремонтировать 114 домов на сумму 1 миллиард 829 миллионов рублей. По словам Фарида Салахова, сейчас работы выполнены на 75%. Мы посмотрели выборочные дома, где идет капремонт. Мы были на доме, где фасады делают, где заменили ГВС, ХВС в подвальной части. Зашли в квартиру, посмотрели. Оценка отличная. И что еще радует, вот показали дом, где мы находимся. Несколько лет назад здесь подрядчик сделал ремонт фасада, и на этом ремонте произошел дефект краски. И он в течение гарантийного срока его устранил. Завершить капитальный ремонт во всех домах, находящихся в программе, планируется к концу августа. После объезда многоквартирных домов заседание Комитета Государственного Совета по шилищной политике и инфраструктурному развитию продолжилось в мэрии. Лисанга Бдрашитова, Артем Колесов, Новости набережной Челны. И если в одном случае челнинцы довольны, то в другом возмущаются. А недовольство у них вызывает бульвар домостроителей. По словам пешеходов, на участке проводились земляные работы, но после этого территория не была приведена первоначальный вид. Когда она будет благоустроена и какие работы проводились, ответы на эти вопросы искала Яна Вальдю. Раньше в жаркий день можно было пройти по теневой стороне дороги. Именно так говорят челнинцы. Сейчас же тропинка резко прерывается. Вместо асфальта уже выросла трава, а обходить приходится так называемыми козьими тропами. Но козьими тропами ходили не всегда. И раньше здесь стояли скамейки, на которых можно было отдохнуть, вспоминают челнинцы. Но после ремонтных работ лавочки убрали, а дорога оказалась разрушена. Сейчас о месте отдыха напоминают лишь одиноко стоящие урны вдоль бульвара. Здесь был нормальный асфальт. После того, как там сделали ремонт, здесь перекопали заново. И с тех пор здесь вот такая ситуация. То есть тут всю зиму стояли ограждения, разобранный вид. И до сих пор так ничего не делают. Получается, это уже больше около года. Раньше, да, здесь хорошо. Дорожка была хорошая, потому что здесь же недалеко детский дом творчества. Хорошо было здесь ходить. Но сейчас, видите, больше внимания уделяется проспектам, дворам вот таким. Но я думаю, и здесь доберутся скоро. Потому что они так постепенно набирают скорость, чтобы все привести в порядок. Привести в порядок планировали еще зимой. Но разрушенный асфальт так и остался, говорят челнинцы. Ой, спешили вот это делать. Трубы меняли тут. Спешили, спешили. Как качественно сделали, не знаю. Но зато уже лето скоро кончится, а так и дороги нет. Тут сколько детей ходят в вот таком стайне. Где безопасность вот эта? Раскопано. И сколько лет... Каждый год копают вот это место. Как решить этот вопрос? За ответом на эти вопросы мы обратились в администрацию города. И нам пояснили, что на данном участке проводили капитальный ремонт тепловых сетей. Ордер продлен до 30 августа 2024 года. После завершения работ территория будет благоустроена. Яна Вальдю, Тимур Сафронов. Новости Набережной Челны. В Набережных Челнах прошло 34-е заседание городского совета. На нем было рассмотрено 10 вопросов. В частности, депутаты распределили межбюджетные трансферы в объеме более 38 миллионов рублей. На что пойдут эти деньги? Подробности в материале Лилия Гатиной. В ходе заседания городского совета начальник управления финансов Светлана Мулякова предложила распределить средства в размере более 38 миллионов рублей следующим образом. На выплату грандов лучший ТОС более 13 миллионов, на перевозку спортсменов более 3, на летние каникулы детей бойцов СВО 992 тысячи рублей, на стипендии студентам более 4 миллионов, на грант «Наш новый учитель» более 2 миллионов рублей. Таким образом, параметры бюджета города на 2024 год с учетом носимых изменений составят по доходам 17 миллиардов 729 миллионов 108 тысяч рублей, по расходам 17 миллиардов 838 миллионов 528 тысяч рублей. Кроме того, более 14 миллионов рублей пойдут на содержание русского драматеатра «Мастеровые». Как сообщил мэр города, деньги предназначены на дополнительные ставки. В штат театра требуется еще 20 сотрудников. Также депутаты утвердили изменения заработной платы сотрудников ООО «Электротранспорт». Это наше предприятие, учредителем которого мы являемся. Безусловно, мы за уровнем заработной платы, за всеми этими показателями тоже должны вместе с вами не только наблюдать, но и утверждать те документы, которые влияют на заработную плату и главных специалистов, и специалистов, и руководителей. Во время заседания горсовета также утвердили новые правила землепользования и застройки. Также стало известно, что в 2025 году в Замеликесе должна начать работу первая Челнинская синагога. Алилия Агатина, Кирилл Хабзей, новости Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Об этом доложила руководитель кадрового центра «Работа России» Татьяна Быданова. Уровень безработицы остается низким. Какие специалисты нужны? Ответ узнала Лилия Агатина. Уровень безработицы в Челнах держится на рекордно низкой отметке 0,13%. В Татарстанах показатели составляют 0,17. В Нижнекаметске 0,25. В Казани 0,22%. С другой стороны, на сегодняшний день в городе существует проблема дефицита кадров. Обеспечить занятость населения позволяет создание новых производств и расширение действующих, развитие предприятий территории опережающего развития, функционирование индустриальных и промышленных парков. Высокий спрос наблюдается на рабочей специальности. Общая потребность 65% среди самых востребованных вакансий. Водители, слесари, операторы станков, электромонтеры, наладчики, врачи, медсестры, воспитатели. Вопрос номер один. Кадры. Кадры решают все. Сегодня в полный рост эта проблема стала. Вы видите, насколько острая эта проблема. Поэтому нам придется этим заниматься. И трудовыми мигрантами, которых сегодня достаточно много в городе, и привлечением трудовых ресурсов из других регионов Российской Федерации. Кроме того, мэр города Наилю Магдеев поручил муниципальным предприятиям в обязательном порядке трудоустраивать подростков во время летних каникул. Найдите такую работу по их физическим возможностям, соблюдением трудового законодательства. Все наши муниципальные предприятия, без исключения, все, должны быть примером того, как можно в летнее каникулярное время трудоустраивать школьников. С июня в городе трудоустроено более тысячи подростков. Еще более двух с половиной тысяч планируют работать в июле и в августе. В этом году на реализацию программы временного трудоустройства несовершеннолетних выделено более 32 миллионов рублей и средств бюджета города и свыше 6 миллионов рублей из республиканского. Лилия Агатина, Кирилл Хабзей, новости Набережные Челны. Мэр Набережных Челнов встретился с военнослужащими. Встреча традиционная прошла за чашечкой чая в мэрии. Бойцы рассказали городоначальнику, как у них идет служба, какой настрой на передовой. Эти истории они поведали и нашей съемочной группе. Нам удалось пообщаться с защитниками Отечества. Подробности прямо сейчас. Этот снимок с мэром сделан почти два года назад. Тогда и военнослужащий с позывным «Спец» только уезжал в Казань на обучение. Сегодня на груди защитника Отечества три награды. Самое ценное для него – за воинскую доблесть. Это за воинскую доблесть, так скажем, второй степени. Это при штурме Угледара, когда, к сожалению, не очень хорошо для нас ее закончилось. Многие у нас, так скажем, не вернулись. Много людей у нас и ранеными оттуда вышло. Но ничего, слава богу, все вроде бы управляются, а обратно возвращаются в строй. На этой встрече военнослужащий с позывным «Спец» увидел и своего боевого товарища Термита. За ленточкой он тоже почти два года. По словам мужчины, за это время они получают гум-помощь, читают детские письма. А еще и ему очень приятна поддержка родных. Родные поддерживают постоянно, когда без связи оказываешься какое-то продолжительное время, неделю, две, не перестают писать постоянно. Пишут, звонят, когда уже приходишь с настроением, открываешь телефон и просто понимаешь, что тебе писали каждый день по 700 сообщений. Это же приятно порой. А военнослужащий с позывами «Яги» рассказал, что все настроены только на победу. Вспомнил защитник Отечества и про то, как освобождали населенный пункт Бердычи в Донецкой Народной Республике. Самое жесткое было это в Бердычах. То, что я попал, это Бердычи были. Самое жесткое. Жестче еще не видел и, надеюсь, может не придется видеть. Обстрелы конкретные с стороны ВСУ, ну и с нашей стороны тоже. Обстрелы, птички, камикадзе. Амирка рассказал о том, что свой позывной он взял в честь старшей дочери. Она подарила ему мягкую игрушку. Мягкая, маленькая. На бронежилете постоянно таскаю. Оберег. Кроме родных, близких и неравнодушных челнинцев, помощь и поддержку военнослужащие получают от руководства города. В ТВ мы находим возможности для того, чтобы поддержать ваши семьи. У кого есть дети, прекрасно, наверное, знаете, кто ходит в детский сад, в школу. Все затраты мы взяли на себя. Помогают и самим военнослужащим, дополнительно оснащая их всем необходимым. Тепловизорами, квадроциклами с прицепами, приборами ночного ведения и многим другим. Эльмир Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости. Набережные челны. Мэр набережных челнов встретился не только с военнослужащими. Также городоначальник поздравил отличившихся выпускников образовательных учреждений. А именно тех, кто получил за ЕГЭ 100 баллов. Таких в нашем городе 71. Для сравнения, в прошлом году было всего 28. С бывшими учениками встретилась и моя коллега Эльмира Гайнудинова. Дар речи потерялся просто. Такая реакция была у Дианы Бакировой, когда она узнала, что по двум предметам набрала по 100 баллов. Наивысшего результата она получила по русскому и английскому языкам. 96 баллов она набрала по обществознанию. Я к русскому языку готовилась с 10 класса. И в октябре 11 класса у меня уже за пробники были высокие баллы. Но все равно, когда получаешь результаты, очень приятно и неожиданно, немного. Наибольшее количество высших результатов выпускники набрали по русскому языку, литературе, химии и математике. Ждал на 100 баллов и информатику, и математику. Не сказать, что я этого ожидал. Я даже не сказать, чтобы толком готовился. Я, конечно, что-либо делал. За неделю до экзамена я постарался все повторить. Но в основном я готовился не с аппетитерами, не в онлайн-школах, а на олимпиадах. У меня 100 баллов по химии, я была счастлива. Но я ожидала такой результат, я надеялась на него. После того, как я вышла с экзамена, я была уверена почти во всех вопросах. Но я не исключала ошибок по невнимательности, их не оказалось. Я очень доволен своими успехами, тем, что у меня так хорошо получилось сдать ЕГЭ. Я очень сильно порадовал своих родителей. Поделились выпускники о том, кем мечтают стать. Я планирую поступать на графического дизайнера, либо в Москву, либо в Санкт-Петербург, возможно, в Казань. Именно эту профессию я выбрала, потому что я с детства занимаюсь художеством. Литература мне была очень интересна, поэтому я выбрала ее. Мэр Чулнов поздравил всех выпускников с высокими результатами. Кроме того, 100 балликам вручили по 10 тысяч рублей. А те, кто сдал два предмета на 100 баллов, получили 20 тысяч. А учителя, которые подготовили этих учеников, премированы в размере двух охлатов за один результат. Эльмир Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости. Набержные Чулны. В Малом зале картина галереи Чулнов открылась выставка «Легенды спорта». На экспозиции представлено 15 крупноформатных портретов. На них изображены знаменитые спортсмены и тренеры Татарстана. Впервые на обозрение чулнинцев работы были представлены в 2019 году. Чем выставка может удивить сегодня, расскажет наш корреспондент Виктория Нагина. Сергей Рыжиков, Зарипов Дониск, Урбан Бердеев и другие. Эти имена объединяет не только спорт. Это еще и серия работ казанского художника Руслана Ибрагимова под названием «Легенды спорта». Название у выставки действительно говорящее. Со стен на посетителей смотрят известные спортсмены. Вот, например, Владимир Чагин. Легенда автомобильных гонок. Каждый спортсмен изображен в моменте своего триумфа. Динамичности портретам придают резкие и точные мазки. Узнаваемая техника художника. Работы выполнены в авторской технике брызгизом. Художник наносит краску на холст методом разбрызгивания. Спортсмены словно возникают из ниоткуда. Их черты вырисовываются из широких акриловых мазков и клякс. Таким образом и создается эффект движения. Живости картинам также придает контрастный подбор цветов. Эти работы, по сути, они построены на контрасте телесного цвета лица, кожи и каких-то рефлексов синего, которые оживляют. В общем-то, если бы не было бы здесь вот этих синих элементов, синих пятен, то работы, может быть, они не такими были бы яркими, что ли. Посетить выставку челнинцы и гости города смогут до 27 июля. Виктория Нагина, Тимур Сафронов, новости Набережные Челны. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды, сразу после него новости на татарском языке. В студии был Фархад Иванов. До новых встреч на нашем телеканале.